Всем привет из Киева, столица Украины. С вами Виктор Фурсов. Я на своем канале со своей кухней попиваю чайок. И сегодня приятное событие. Да, по этому поводу можно скушать чайок и шоколадку скушать и отпраздновать это тортиком. Я спешу поделиться с вами этим событием и поговорить о одной теме, которая вас интересует. Так, что же за события? События у меня на канале 1000 подписчиков. Да, да, именно 1000. По этому поводу даже расцвел мой любимый цветок, хипераструм. Да, да, 1000 уже была в понедельник. Ну, понедельник день рабочий, поэтому приходится записывать вот это видео в воскресенье. Свободную минутку. Где-то на кухне даже будут раздаваться некоторые стуки, а соседи начинают готовить беточки, поэтому, может быть, будут маленькие помехи. Даже вот такой забудет. 1000 подписчиков. Как вы думаете, за сколько времени они собрались? Достаточно медленно. Поэтому об этом хотелось бы поговорить. Как набрать 1000 подписчиков на свой канал. Вот видите, сейчас весна. Я поставил свой любимый цветок хипераструм. Вот скоро зацветет у нас в Киеве как раз абрикос. Уже набухли как почки. Сделаю следующий отдельный сюжет про абрикос, про гипераструм. А сегодня у видео. А видео, которое вы снимаете на камеру или, может быть, на свой фотоаппарат. Так вот, как же добиться, чтобы у вас тоже было 1000 подписчиков? Слушайте мои 8 разных небольших пометок и советов, как это сделать. Прежде всего, думайте, первый вопрос. Вам нужно заливать интересное видео или видео, которое может быть интересным. Если вы думаете, оно интересно вам, подумайте, интересно ли оно другим. В любом случае, видео должно быть много. Если вы заливаете одно видео в неделю или одно видео в месяц, это просто баловство. В общем-то, и YouTube в определенном смысле это баловство. Я не могу вам показать камеру, она меня снимает. Могу показать только, например, самый простой фотоаппаратик, который вы можете снимать. Вот, например, фотоаппаратик Sony с таким носиком, выдвигающимся объективом. Он имеет свойство снимать как фото, так и видео. Если вы возьмете даже свою обычную мобилочку, сейчас уже мобилочки не такие уже обычные. Они так побольше этого фотоаппарата в руке не умещаются. Это уже настоящие планшеты. Можете снимать на планшет или вот на такой огромный планшет, как вам заблагорассудится. А вот это видео можно заливать на YouTube и показывать его своим друзьям. Больше заливаете, больше у вас появляется опыта. Соответственно, сколько же у меня видео? У меня на канале более трех тысяч видео. Вообще, так говоря, два года назад их было всего около 800. Вот два года назад я узнал, что вообще YouTube может как-то вас помогать развивать. Соответственно, в YouTube есть понятие монетизация. Я начал снимать видео, которое было на Международном конгрессе пчеловодства Апимонде. Я и еще один болгарин снимали там видео. Моих видео было около 150. Они все залиты в интернете. Вот, например, одно из них я покажу. Смотрите по ссылочке. Про конгресс пчеловодов Апимонде в Киеве. В 2013 году. А вот в 2014 году я снимал про Международный конгресс пчеловодов в Турции Апиславе. Вот смотрите по ссылочке, например, я вам компьютер позволяет сделать ссылочку. Посмотрите по ссылочке, например, одно из этих видео. Или даже просто набираете мою фамилию, плюс Апиславе, плюс Апимонде. Вот такие конгрессы позволили насытить мой канал интересными видео. С пчеловодного конгресса, как оказалось, никто не снимал видео, кроме меня. И я еще раз скажу, одного болгарина на Апимонде. Он снимал видео как раз докладов, а я снимал видео, интервью с разными людьми, которые представляли себя на выставке. В общем-то найти как раз людей, которые делали интересные презентации было достаточно сложно. Но именно на этом конгрессе, но это уже совсем другая история. А вот интервью у меня получились интересные, вы можете их вот посмотреть, например, по ссылке. Так вот, после этого трафик на мой канал резко усилился и уже после того, как у меня было 800 всего видео, у меня видео начали дополняться. Поскольку вот я дополняю, вы думаете, что можно добавить одно видео в неделю и вас будут смотреть тысячи человек. Ничего подобного. Я в день заливаю от 10 до 20, а вот если накопится видео за неделю, то приходится заливать за неделю 50 кусочков разного видео. Это будут маленькие кусочки по одной минуте, по две минуты или большие кусочки по 15 минут. Такие содержательные интервью или презентации по 15 минут. А если вы снимаете, например, чью-то лекцию, по 15 минут вы снимите вот на обычную камеру, по 15 минут. У вас двухчасовая лекция, получится сколько? Четыре огромных сюжета по полтора мегабайта, например, которые сожмутся в ютубе, останутся более компактными. Надо сказать, что если вы снимаете на маленькую видеокамеру, видеоматериал у вас будет более компактный, легкий на компьютере. Если снимаете на фотокамеру, конечно, материал будет более тяжелый, потому что здесь сохраняются фотографии, и у вас получается 15 минут, вот, полтора гигабайта, а то и два гигабайта. А на фото, а на видеокамере появится более компактный 900 мегабайт будет на 15-20 минут вашего видеоматериала. Так что вот второй материал, значит, первое, снимайте видео, много и побольше. Вот первые, которых я набрал свои 100 подписчиков, первые 100 подписчиков набрались у меня с 2006 года до 2010 года. Я дополнял постепенно материал, который я снимал в презентации на собраниях тоустмастеров английских клубов в Киеве. Каждый раз я снимал примерно по 6-8 небольших кусочков видео, интересных видеопрезентаций тоустмастеров. Это мастеров презентаций на английском языке или на русском языке. Что такое тоустмастер? Вот можете посмотреть здесь по ссылочке на видео презентации украинских тоустмастеров на английском языке. Также, что такое тоустмастеры и кто такие тоустмастеры. Постепенно я их загружал и количество моих подписчиков увеличилось, а потом, когда я начал расширять свою аудиторию, начали подписываться и другие подписчики по другим интересным темам. Так что второй момент. Вы должны чаще загружаться и должны регулярно загружаться. И возможно, я бы поспорил со многими блогерами, можно загружаться по разным темам. Если вы загружаетесь всего лишь по одной теме, ну, эта тема должна быть или настолько глубоко интересна всем, чтобы на вас подписывались тысячи людей, или она должна быть крайне необычной, интересной. Такую тему подобрать сразу сложно, поэтому у всех много разных обычных интересов. Поэтому, если вы не хотите создавать новый 2125 канал про, например, как готовить еду, то можете создать свой интересный отдельный канал, например, как чинить машины. Но он тоже будет 1015, уже таких каналов очень много. А вот если будете создавать каналы по своим хобби, по своим интересам, потому что вы умеете своими ручками делать лучше, нежели другие, к вам потянутся люди, как говорится. Вот у меня были первые это тоустмастеры, потом я начал делать презентации про пчеловодство, потом по биологии и одновременно еще презентации по английскому языку. Вот такие у меня темы. Тоустмастеры, английский язык, пчеловодство, биология, энтомология. И также я показываю различные видео про Украину, про Киев, про те события, которые происходят в Украине. Вот что есть. Разом вы это можете увидеть в моих плейлистах. В листах, которые будут на моей странице, сразу под моим первым видео, которое недавно загружено. А внизу будут несколько плейлистов. Так что, третий момент, чтобы набрать тысячу подписчиков, вы должны в своих плейлистах и в своих видео призывать людей к действию. К действию, то есть если вы хотите пойти на рыбалку, говорите, что вот я пошел на рыбалку, идемте вместе на рыбалку. Если вы такой завзятый охотник, говорите, вот пойду на охоту, но с фоторужьем, потому что уже охота это отстой. Вот я купил себе огромное фоторужье с огромным зумом, который стоит 3000 долларов, дешевле, чем мое ружье настоящее. И я теперь буду фотографировать замечательных куликов, аистов, например, или чаек. Вот так я снимал сюжет, например, вот можете посмотреть здесь подлинку о фотографии, который сам компьютерщик, а снимает прекрасно фотографии при помощи вот такого огромного зума за 100 метров с той стороны озера. Такие уникальные фотографии он снимает, а я снимал небольшой сюжет по тому, как он готовился к тому, чтобы снять фотографию самого лебедя, выплывающего оттуда, или уточки, выплывающей из камыша. Вот это уникальные моменты. Вы можете снять уточку камышеской, в котором сидит, например, чибис, или в котором сидит аист, или сидит лебедь, а летящий над вами лебедь с огромными порхающими крыльями. Вы удивитесь, когда поднимете свою видеокамеру, и он полетит над вами, как вертолет. Это будет уникальное видео. Так вот, призыв к тому, что смотрите мои видео, должен содержаться в вашем канале, и этот призыв должен содержаться в каждом, по мере возможности, из ваших видео. Призыв смотреть ваше видео, подписываться на него, ставить лайки, делиться видео и писать комментарии. Вот этот призыв к действию, так что я призываю тоже, подписывайтесь на мой канал. Вот, кликайте на кнопочку, я сделаю такую аннотацию, например, здесь. И кликайте на кнопочку, выходите на мою первую страницу канала и подписывайтесь, потому что, чтобы не забыть того, кто вам рассказывал интересные истории. Так вот, четвертый пункт, нужно оптимизировать свое снятое видео. Оптимизировать, умное такое слово. Нужно правильно написать его название. Если вы снимаете видео, например, фотосессия прекрасной дамы, или, например, фотографирование чаек, или фотографирование лебедей. Во-первых, это название надо поставить сразу в название вашего видео, потому что интернет его индексирует уже сразу по названию. А не загружать это тупо, как, например, видео 00125 или видео 1981. Номер ничего не дает интернету. Если вы подпишите его сразу и загрузите, он уже будет проиндексирован по тем ключевым словам. Затем оптимизация, вот, должна включать подписывание аннотаций, это таких комментариев в тексте. Этому тоже нужно постепенно научиться. Покликайте в интернете, прямо в ютубе, что такое аннотации. И это очень помогает развивать ваше видео. Далее, пятый момент, это нужно тусоваться. Тусоваться время от времени в ютубе. Нужно ходить на другим каналам, смотреть, что смотрят люди. Смотреть, как люди делают, учиться у них. Если вы тусуетесь в фейсбуке, вы иногда ставите там свои видео, для того, чтобы люди другие смотрели. Однако, эта тусовка в фейсбуке становится в недавнее время, открою вам секрет. Она бесполезна, потому что фейсбук ворует, в принципе, в последнее время, простым таким словом. Ворует ваши видео из ютуба. И люди у себя их загружают, если они очень забавные, если они интересные, необычные. При этом фейсбук вам ничего не будет, благодарность никакой выражает. Просто кто-то будет смотреть ваше видео в большем даже объеме, нежели вы. Потому что фейсбук не идентифицирует, как, например, ютуб. И, соответственно, ничего, не заплатит ни одной копеечки. Если ютуб, вы сможете сделать монетизацию, то на фейсбуке пока такой функции нет. Но люди могут смотреть все ваше видео, если вы не забудете еще поставить внизу ссылочку, кто его снял. Поэтому в оптимизации иногда пишите. Здесь такую линию снята вами. У вас должно быть оригинальное, интересное название. Вот мое интересное название. Это название моего канала. Моя фамилия Виктор Фурсов на английском языке, потому что меня смотрят минимум в 50 странах и уже на всех континентах. И, запятая, я ставлю Виктор Фурсов, и везде я подписываю Entomologist in Ukraine. Это моя фирменная марка моего канала. Если вы кликните на Entomologist in Ukraine, вы сразу натолкнетесь на мой видеоканал. Так что тусуйтесь в фейсбуке, а также тусуйтесь в ютубе и пишите там комментарии. Пишите там свои вопросы. Тогда вас тоже будут постепенно замечать. Да, ко всему прочему, следующий пункт, это седьмой пункт. Вот, как раз вам нужно иметь свою дополнительную память. Не ту память, которую только у вашей головы, а еще память выносную для компьютера. Вот это на жестком диске, на выносном. Какой бы он ни был, чем больше, тем лучше. Вы должны сохранять свои видео, потому что иногда они пропадают. Иногда они теряются, иногда они губятся. Почему они губятся? Потому что иногда ютуб допускает ошибки, иногда каналы закрываются, иногда вы допускаете ошибки. Иногда вы начинаете жадничать. И посмотрите вы в интернете и найдете глупых советов, как загрузить чужое видео на ваш видеоканал и получать за него денежку. Вы сразу же начнете загружать чужое видео и ваш канал через некоторое время ютуб заблокирует. Забанит, что означает закроет. И вы не сможете с ним работать. Вы должны завести новый e-mail, новую электронную почту, зарегистрироваться и открыть новый канал на ютубе. Провести целую манипуляцию и целую длинную. А все ваши видео загорят. Даже если вы их ставили на ютуб в течение двух лет или десяти лет, вы получите большую дулю за всю свою огромную работу. И ваш канал, может быть, будет висеть забаненным полгода и потом вам его откроют. Про забанение у меня есть отдельное видео. Можете посмотреть, что такое бан и за что вас могут забанить. Вот я вам дам здесь еще отдельную аннотацию. Так вот, поэтому не забывайте ставить копии здесь. В случае чего вы их можете использовать на различных источниках информации и видеоматериала в ютубе. И, конечно, старайтесь снимать любыми способами. Даже простой фотокамерой, простой видеокамерой. Не забывайте, что в ваших руках должен быть хотя бы штатив. Штатив, на который вы прикручиваете очень просто так свой фотоаппарат, свою видеокамеру. Именно штатив помогает вам в работе. Почему? Потому что он может приблизить вашу видеокамеру или ваш фотоаппарат к своему собеседнику, если вы сидите в первом ряду или, наоборот, в дальнем ряду. Или, наоборот, приподнять этот штатив над своими друзьями, над огромной толпой. И что-то снять издалека, там, где вы не успеваете. И у вас руки не дрожат от страха, не дрожат, потому что вы дышите. И у вас не только это волнение, потому что вы снимаете. А когда вы держите в руках, как бы вы не дышали, а тихо, не замирали, у вас все равно фотоаппарат двигается. Особенно, если вы используете зум. Зумом вы приближаете, например, в 20 раз свой объект, например, птицу или человека, стоящего на расстоянии 10 метров, а от дыхания у вас все равно начинает двигаться ваша видеокамера. Особенно, если ее держите просто в руках. Это дрожание передается картинке, это нехорошо. На зуме вы можете все-таки сделать более устойчивую позицию и на ней более снимать в более удобном ракурсе и в более интересном видео. Так что... И тем более, что штативом вы можете снимать и сами себя. Ставите напротив на штативе видеокамеру, правильно выбираете ракурс, правитель, и затем снимаете себя. Вот такие несколько интересных советов, семь советов по поводу того, как набрать тысячу подписчиков. Используйте эти советы в своей работе, и вы наберете и тысячу подписчиков, и десять тысяч подписчиков, и это будет хорошо, это будет просто здорово. Поэтому ставьте лайки, ставьте большие лайки. Лайки ничего особенного не дают, но они помогают показать, что люди смотрели и как-то реагируют вообще на ваши видео. Если вы не ставите лайки, вы ставите дизлайки, это тоже показывает, что люди хотя бы смотрели, до какой-то части посмотрели хотя бы первые две минуты, три минуты, а может быть и дальше это регистрирует. Аналитика в Ютубе, это интересно для того, кто загрузил это видео. А кроме того, кликайте иногда на появляющиеся интересные, рекламирующиеся какие-то вещи, это тоже прикольно, это помогает развивать людям канал. Комментируйте, комментируйте, комментируйте видео, задавайте свои необычные, острые, колкие вопросы, пишите вопросы, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал. Вот это будет самый главный лайк. Лайк, который хочет получить и, в общем-то, для которого старается каждый, тот, кто снимает свое видео, потому что чем больше подписчиков, тем человеку приятнее и канал развивается. Видно, что видео смотрят, и это как паутина, всемирная паутина в интернете, постепенно-постепенно расходится. Если у вас будет больше комментариев, больше поделиться, особенно поделиться. Поставь, ведь особенно сейчас можно поставить свой плейлист, чужое видео, это неплохо, это не то, что копировать чужое видео и ставить на свой канал, а просто поставить в понравившиеся. Есть такая папочка в вашем видеоканале, понравившиеся. Тогда это видео будет у вас висеть, вы иногда можете потом вернуться, Посмотреть какие были смешные, интересные, любопытные, познавательные, необычные видео И потом еще раз посмотреть на другие видео серии у этого же автора И это поможет и автору развивать канал И вы его не забудете Потому что за делами вы Среди тысячи, десяти, ста тысяч, миллионов пользователей И авторов ютуба вы можете забыть какой-то сюжет Подставите в понравившиеся И это будет хорошо Так что ставьте мое видео в понравившиеся Ставьте лайки Пишите комментарии И до следующих встреч на моем канале Всем пока-пока Из Киева Столица Украины До следующих встреч на моем канале И всем успехов Пока Всем привет из Киева Столица Украины Сегодня 5 апреля 2015 года Хочу быстро показать вчерашнюю покупку в магазине От 4 апреля Так что быстро, потому что Быстренько Немножко купили Посмотрите живые цены, которые здесь Чеки Итак, была фруктовая закупка под названием Захотелось фрукта Так, яблочко флорина по 15,99 За килограмм Зависело на 17,75 Яблочко зелененькое Семиренко по 12,99 Зависело на 16,47 Конфеты Гостиниц От Ёжика По цене 67,90 Зависело на 40,20 И минус снижка Скидка На 8,99 Так, грибфрут по цене 27,99 Зависело на 34,20 И пиво было львовское Роберт Домс Три штучки по 8,99 Общая цена состоялась на 126,71 Вот еще показываем, что это было 4,05 Да А вот еще сразу же пришлось купить пакет с кофе Нес Кафе Зеленый и растворимый Стоил 48,79 48,79 Вот тоже От 4,04 Потому что надо было посмотреть, что там во второй части кошелька Так что хватило на 126,71 И 48,79 А вот здесь цены как раз то, что были на пакетах с яблоками и с грибфрутами Приблизим поближе Видим, что сразу с яблочко стоило по 12,99 За килограмм Красная А, семеренка зелененькая такого цвета Флорина была красненькая, сладенькая По 15,99 А грибфрут такой Крупный и большой По цене 27,99 Завесило 3 грибфрута всего лишь навсего На 34,20 Так что каждый грибфрут стоил по 10 гривен Тут же еще покажу чек предыдущий Вот который я уже не успел записать Сравним, что было в нем Вот в предыдущем чеке было Молоко простоквашенное на 11,29 литр Сахар, песок По цене 14,79 С небольшой скидочкой Гривна 30 Так, филе куриное По цене 47,99 За 0,8 килограмма Завесило на 40,70 Пакетик небольшой стоил 0,99 Так, карамель Барбарис 300 грамм По 10,29 Карамель рычки 300 грамм 12,59 Сметанка 400 грамм По 11,49 Так, колбаска По цене 100 39 Зернышками горчицы 400 грамм Завесило на 62,27 Минус скидочка На 17,51 Масло Сливочное Сельское По 15,99 Со скидочкой 5 гривен И хлеб Белый В тишиничной Традиции 650 грамм За 6,19 Сладкая конфетка Еще Рафаэла По 19,90 И кофе 9 штучек Отдельных Растворимый По 3,99 На 35,91 Итак, общая цена Завесила на 218,68 Вот такие были покупки На вчера и позавчера Так что Вот такие наши новости Смотрите наш канал Подписывайтесь на канал Узнаете последние новости О ценах В наших супермаркетах И в нашей корзине Киевской Подписывайтесь на канал Всего вам доброго Успехов Привет За 5 апреля 2015 года Ставьте лайки Пишите Поделиться Пишите комментарии Задавайте вопросы Всегда забавно Услышать ваши вопросы И дать Содержательные ответы По возможности Так что Всего вам доброго Пока-пока Из Киева Столица Украины Субтитры сделал DimaTorzok